Любовный треугольник со знаменитым кинорежиссером и дерзкие фотосессии сделали ее знаменитой, но не счастливой. Почему Егор Кончаловский ушел из семьи после 20 лет совместной жизни? Мы расскажем о самом личном Любови Толкалиной. С детства Люба росла энергичной и целеустремленной девочкой. Ее мечта о будущем была тесно связана с синхронным плаванием, спортом, который сочетает грацию, выносливость и строгую дисциплину. Занятия занимали большую часть ее времени, и она стремилась стать тренером, чтобы передавать свои знания и вдохновлять других. Однако подростковый возраст внес коррективы в ее планы. Однажды судьба привела ее в театр на воде, и чарующая атмосфера сцены мгновенно захватила ее душу. С того момента актерская профессия стала неотъемлемой частью ее жизни. Первые шаги к известности она сделала с небольшого, но значимого проекта – съемок рекламного ролика сантехнической продукции. Этот опыт оказался важным этапом на пути к заветной цели. Камеры, яркие огни, атмосфера съемочной площадки убедили ее, что искусство – это ее призвание. Решив не останавливаться на достигнутом, Люба поступила в один из самых престижных театральных вузов страны – в ГИК. Уже в процессе учебы она продемонстрировала выдающиеся результаты, что предвещало успешную карьеру. Сегодня актриса знаменита не только в России, но и за рубежом, оставаясь одной из самых ярких и узнаваемых звезд современного театра и кино. Ключевым моментом в ее карьере стала роль в фильме «Антикиллер». Именно после выхода этой картины актриса приобрела всенародную популярность и признание. В одно мгновение она стала востребованной актрисой, а фильмы с ее участием начали ожидать с большим интересом. Каждая новая амплуа, которую она воплощала, привлекала внимание зрителей. Помимо работы в кино, Толкалина активно выступала на театральной сцене, раскрывая новые грани своего таланта. Она также часто принимала участие в ток-шоу, где ее остроумие и харизма очаровывали зрителей. Любовь считает роль в фильме «Я люблю тебя» одной из самых значимых в своей карьере. Сюжет картины был достаточно сложным, что вызвало спорные мнения как среди критиков, так и у зрителей. Несмотря на неоднозначные отзывы, эта картина была представлена на Каннском кинофестивале, что стало важным достижением для актрисы. Однако она всегда подчеркивает, что жизнь складывается не только из профессиональных успехов, но и из собственных переживаний, которые формируют ее как человека. Личная жизнь актрисы неизменно привлекала внимание общественности. Много лет ее связывали отношения с режиссером Егором Кончаловским, который был значительно старше ее. Эта разница в возрасте не стала преградой для их чувств. Ей было 18 лет, когда они познакомились на вечеринке. Егор встречался с подругой Любы, но это не остановило молодую и амбициозную провинциалку. Вместе они прожили долгие годы, но в официальный брак не вступили. У пары родилась дочь Мария. Их отношения были полны как страсти, так и трудностей. Разница в возрасте и творческие амбиции создавали определенные сложности. Тем не менее, Кончаловский сыграл ключевую роль в ее становлении как актрисы, сняв ее в нескольких своих проектах, включая антикиллер. Это сотрудничество укрепило ее позиции в кинематографе и сделало ее еще более популярной. После многих лет совместной жизни пара объявила о расставании. Они подчеркнули, что сохраняют дружеские отношения и благодарность друг к другу. Однако позже выяснилось, что фактически разрыв состоялся намного раньше, чем было заявлено. Любовь узнала о рождении сына Тимура от новой избранницы Кончаловского, молодой девушки-юриста Марины Леоновой. Вот так осталась одна. У разбитого корыта знаменитая актриса, а ее сожитель обрел настоящее счастье. После окончания отношений с режиссером, Любовь не оставалась в одиночестве. Ее имя связывали с рядом известных мужчин, а в прессе активно обсуждали ее смелые фотосессии. Однако настоящим откровением для всех стало признание актрисы в любви к Саймону Бассу, композитору из Лондона. Этот страстный, но недолгий роман завершился из-за расстояния, оставив в памяти лишь яркие воспоминания и фотографии. Сегодня Любовь Толкалина живет одна и продолжает радовать поклонников. Ее жизнь наполнена творчеством, путешествиями и поиском гармонии. Актриса остается востребованной и продолжает активно работать в социальных сетях, привлекая тысячи подписчиков. Йога, духовные практики и стремление к самосовершенствованию вдохновляют многих ее поклонников, но, к сожалению, сердце ее еще не занято. Возможно, поэтому она позволяет себе такие дерзкие, провокационные и откровенные фотосессии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!